МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В этот день 2-го иллюжительств. Надежда Ганнибал, мать поэта Александра Пушкина. Живописец Константин Маковский, один из основателей движения передвижников. В этот день 2-го июля 1556-го года отряды воеводы Ивана Черемисинова вошли в Астрахань. Астраханское ханство было присоединено к русскому государству. 2-го июля 1860-го года в только что присоединенном Приморье в бухте Золотой Рог был основан город Владивосток. 2-го июля 1942-го года погиб Евгений Катаев, он же Евгений Петров, один из авторов книг об Остапе Бендере. Катаев был фронтовым корреспондентом и в этот день он летел на самолете в районе Новороссийска, когда их борт атаковал истребитель Люфтваффе. 2-го июля 1915-го года произошел готландский бой русских крейсеров с германскими. Всю тяжесть Первой мировой войны Россия переносила в сухопутных сражениях. Бои были динамичными, города по нескольку раз переходили из рук в руки, миллионы солдат в траншеях. Морских боев на этом фоне было мало. Черноморский флот попросту блокировал уступающему турецкий, а на Балтике все было наоборот. Мощь немецкого флота существенно превосходила возможности русского. Активно бить такую силу было просто невозможно. На Балтике тем более установилось затише, что обе стороны огородились друг от друга густыми минными полями. Но успехи были и тут. Скажем, в самом начале морских операций выдалась колоссальная удача. На мель сел крейсер «Магдебург». Русские же крейсеры «Паллада» и «Богатырь» сумели захватить на нем сигнальные книги с расшифровкой кодов. Благодаря этому союзники до конца войны легко расшифровывали все германские радиограммы. Это же обстоятельство очень помогло летом 15-го года для одной из редких от того и долгожданных операций русского флота. Была перехвачена радиограмма. О том, что немецкий флот большей частью переходит с Балтики в Северное море. Резюме от русской разведки. Германцы, совершенно игнорирующие за последнее время наш флот, пошлют туда все лучшие суда, возложив охрану побережья от Данца Каталибавы на сравнительно ничтожные силы. И предложение. Быстро использовать создавшуюся обстановку с целью нанесения противнику хотя бы морального удара, способного вместе с тем несколько поднять настроение у нас в тылу. В тот же день, как командование русского флота узнало радиограмме, состоялось напряженное совещание, закончившееся только в 2 часа 1 июля. Более инициативные и решительные ратовали за налет на порты в сердце Восточной Пруссии. Более осторожные предлагали атаковать более близкий Мемель. В итоге было утверждено предложение осторожных. Операцию возглавил контр-адмирал Михаил Бахерев. Уже к вечеру того же дня, пройдя мимо восточного берега острова Готланд, ударная группа русских крейсеров прибыла к Мемелю. По несчастью, часть вымпелов угодила в густой туман и отстала. Увы, к опоздавшим относились два самых мощных корабля — «Рюрик» и «Новик». Чтобы не терять время, Бахерев двинул на Мемель, что было — три крейсера, восемь эсминцев. И вновь неприятность. Очередная перехваченная радиограмма показала, что вражеский отряд из семи миноносцев и трех крейсеров только что расставил мины неподалеку от точки сбора русской эскадры. Бахерев пошел на их перехват. Обе группы встретились примерно в ста километрах восточнее Готланда. В 7.30 утра русские открыли огонь по обнаруженному соединению — крейсеру «Аугсбург», минному загородителю «Альбатрос» и трем миноносцам. Немецкий командующий Карф, оценив расстановку сил, приказал поворачивать вспять. Двум крейсерам — «Богатырь» и «Олег» — удалось догнать только загородитель «Альбатрос». Тот отступил к острову Готланд и выбросился на берег. Почти тотчас группа русских кораблей наткнулась еще на два крейсера — «Рон» и «Любек» и четыре миноносца. В этот момент подошел и застрявший в тумане Рюрик, способный в одиночку справиться с обоими германскими крейсерами. Итог второй стычки — попадание в Рон и ретировавшийся враг. Конечно, некоторая нерешительность привела к неполной победе, упущенным возможностям. Но резонанс был. Тем более, что на суше русская армия 1915 год переживала почти без побед. Даже малая Виктория на море была в утешении. Но немцы с тех пор почти никогда не уводили внушительных сил с Балтики. Снова на море установилось мрачное затишье.